Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Ищи Ди и добро пожаловать в новое видео! Самое большое криптообновление этого года наконец-то случилось. Это Шанхай обновление для эфириума. Это означает, что с сегодняшнего дня люди, которые стейкали эфиры, смогут разблокировать свои монеты. Напомню, они не могли это сделать практически два года, если не больше. Теперь многие опасаются, что более 18 миллионов монет эфиров, которые были заблокированы в стейкинге, теперь будут разблокированы и проданы. Что ж, давай разберемся, так ли это страшно. Согласно последнему обновлению от GlassNote, чуть менее 1% из всех заблокированных в стейкинге эфиров может быть продано незамедлительно. Эта аналитика основана на том, что всего 253 валидатора подписались на полную разблокировку всех своих эфиров и стейкинга. А это всего лишь 170 тысяч эфиров из более чем 18 миллионов монет, которые будут разблокированы на протяжении первой недели после Шанхая. Еще интереснее, что из этих 170 тысяч эфиров только 70 тысяч были заблокированы в стейкинге. Остальные 100 тысяч, как пишет GlassNote, образовались в виде вознаграждения за стейкинг. В совокупности это означает, что обновление предусмотрело механизмы для того, чтобы на рынок сразу же не высвободилось огромное количество монет, а именно 18,1 миллиона монет эфира. Таков был прогноз GlassNote и фактическая информация, как мы видим, не сильно от нее отличается. Всего лишь 285 запросов на вывод средств. Минимальное число из возможных и это объясняет, почему эфириум не обвалился сразу же после обновления. Как многие предсказывали, между прочим. Но сегодня произошло кое-что еще. Виталик Бутерин рассказал, что будет дальше. Это с основателя эфириума. Вот какие комментарии он дал во время прямого эфира. Мы находимся на этапе, когда самые сложные и срочные обновления полного переезда на протокол эфириум 2.0 фактически завершены. Есть еще важные вещи, которые можно сделать, но их можно делать в более медленном темпе. Он также добавил. Если мы не исправим проблему масштабирования до следующего буллрана, мы знаем, что транзакции у людей могут застрять. Основной целью эфириума сейчас является внедрение Веркл Трис. Это обновление, которое сделает эфир более масштабируемым. Кроме этого, эфириум ожидает еще три обновления. Верч, Пёрч и Скорч. Все эти обновления позволят разработчикам хранить большие объемы данных, но пользователям при этом нужно будет показать всего лишь краткое доказательство любой части из этих данных. Это сделает валидацию намного эффективнее, а скорость транзакций вырастет. После таких обновлений и ценность эфириума, конечно же, повысится. Но не забывай, что на криптовалюту, эфириум и биткоин в том числе, также влияют и макроэкономические показатели, такие как, например, инфляция CPI. Такие важные события я всегда публикую у себя в Телеграме в синхронном режиме, буквально спустя несколько секунд после того, как они произошли. Поэтому подписывайся на Телеграм по ссылке в описании. Общий индекс потребительских цен в США упал до 5%, при этом ожидалось 5,1%, ну а предыдущее значение было аж 6%. Это драматическое падение на целый 1%. Это самое большое падение уровня общей инфляции за месяц с апреля 2020 года. Уровень инфляции сейчас самый низкий с июня 2021. Два года назад 5% инфляции казались огромной цифрой, но сегодня эта цифра выглядит намного лучше. Следующая встреча ФРС США, посвященная процентной ставке, произойдет уже через 20 дней. И что же, учитывая данные по инфляции, они сделают? Целью ФРС США до сих пор остаются 2% инфляции. И вот ожидание рынка. Рынок ставит почти 70% на то, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, и 30% на то, что повышения не будет вовсе. Когда эфир, наконец, можно было стейкать в эфир 2.0, невозможность разблокировки позиций привела к росту популярности таких протоколов стейкинга, как, например, Лидо Финанс или Рокетпул, которые предлагали стейкинг эфира в обмен на обернутые токены эфириума. Например, на Лидо Стейкт Эфириум. Предполагается, что эти токены ты можешь обменять на оригинальный эфириум один к одному. Однако иногда привязка теряется. Сейчас за один Стейкт Эфириум Лидо ты получишь 0,98 эфира. Но было время, когда он падал и ниже. Интересно, что нативные токены этих проектов начали падать после обновления Шанхай. Очевидно, в них отпадает смысл, когда официальный стейкинг уже позволяет не блокировать эфир в стейкинге на веки вечные. Поэтому токены Лидо и Рокетрпл падают прямо сейчас. Сегодня они в лидерах падения, но знаешь, кто возглавил чарты? Токен, обанкротившийся биржи FTX, который взлетел практически в два раза за несколько часов. Почему он это сделал? Потому что состоянием на сегодня биржа FTX, как сообщается, восстановила активы на сумму 7,3 миллиарда долларов. И, кстати говоря, не без помощи роста биткоина. Они говорят, что уже во втором квартале этого года смогут восстановить работу биржи в старом режиме. Сколько денег из этих более чем 7 миллиардов долларов вернут пострадавшим пользователям, они не сообщают. Но от таких новостей токен FTT вырос. Интересно, что на этих новостях также выросла и Солана. Ну а закончить я хочу обращением Уоррена Баффета, который назвал биткоин лотерейным билетом или фишкой казино. Люди любят идею быстрого богатства. Я не виню их. Но я всегда хотел богатеть медленно и безопасно. Я прошел длинный путь. Мы тоже с друзьями любили делать ставки по молодости. Я даже пару раз выигрывал там 500 долларов. Знаешь, это так по-человечески. Но биткоин, биткоин это что-то типа ставок. Это токен для казино. На этом все. Увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok